Добрый вечер, уважаемые слушатели, еще раз добрый вечер, потому что продолжается бизнес-канал на Финам.ФМ, сейчас время сухого остатка. Я по-прежнему Олег Дмитриев, сегодня мы в это время традиционно обсуждаем текущие ситуации на финансовых рынках мировых и отечественном, естественно. Будем говорить о ключевых событиях, которые ожидаемы, которые случились, да, или в ближайшее время могут произойти, которые повлияют, которые, точнее, правильно я начал фразу, которые повлияют на движение в финансовых рынках. Прежде всего, представляемые к сегодняшней гостей в студии Олег Шагов, заместитель начальника аналитического отдела Промсвязьбанка. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. И Валерий Евдокимов, главный аналитик Норда и Абанка. Валерий, добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, напомню на всякий случай, что у вас есть возможность, всегда есть такая возможность, принять участие в нашей беседе. Позвонив по телефону в студию 6510996, код Москвы 495, еще раз, 6510996. Либо воспользоваться интернетом и набрать адрес в строке браузера финам.фм, зайти на сайт компании и задать свой вопрос там, либо прокомментировать ситуацию, о которой мы сегодня будем говорить. Итак, присоединяюсь к нашей беседе. Ну и традиционно 18.05 в Москве я рисую картину маслом, что происходит сейчас на мировых финансовых площадках. Начинаем с отечественного рынка. Индекс РТС, как и индекс ММВБ, сегодня в небольшом плюсе. В моменте РТС прибавляет 0,9%, 1586 его текущая котировка. Индекс ММВБ чуть меньше, чуть скромнее, но в плюсе на 0,6% 1524. Выше 1500, по крайней мере, можно сказать, что закрепился индекс ММВБ. Уже хорошо. Значит, все остальные сегодня также в небольшом оптимизме. Японцы отторговались, ну так, скромненько. Индекс Nikkei 225 чуть выше в Атерлинии, 0,08% он прибавил. Европейцы сегодня тоже примерно так, как мы. Полпроцента прибавляет FTSE 100. Значит, американцы вчера особой динамики не показали. Вот, практически у нулевых отметок отторговались. Ну, посмотрим, как они сделают это сегодня. Через полчаса открываются американские площадки. Я об этом сообщу. Смотрим на сырьевые рынки и на Форекс. Нефть марки Brent вновь выше 110, что уже хорошо само по себе. Золото торгуется в районе 1670 долларов за тройскую унцию. И индикатор евро-доллара сегодня опять выше 1,33. 1,3344 его текущая котировка. Ну, и некие события сегодняшние повлияли на курс этой валютной пары. Я все-таки традиционно хотел бы еще добавить сюда информацию о паре доллар-иена. Потому что последнее некоторое время мы все-таки достаточно пристальное внимание обращаем на то, что происходит сейчас в японской экономике после смены правительства. Да, достаточно серьезно меняется экономическая политика. И ослабление японской иены сейчас это один из главных трендов. Да, одна из главных новостей рынка Форекс. Итак, доллар-иена 89,44, то есть опять стремится к 90 иенам за доллар. Ну, и последний основной набор голубых фишек сегодня в положительной территории. Лидеры роста Аэрофлот почти 3%, Газпром больше процента, МТС Обычка больше процента, Ростелеком 1,3 процента и половина процента прибавляют сегодня акции обыкновенные Северстали. Хуже рынка торгуется ГМК Норникель практически минус 0,1 процента и целый процент теряет Роснефть. Вот такова картина маслом. Итак, еще раз я проанонсирую. Сегодня мы говорим о неких ключевых событиях на фондовых площадках. И давайте наш разговор. Олег, давайте начнем. Давайте. С тебя. С тебя, да. Что, на твой взгляд, по крайней мере, вот в течение этой недели и, соответственно, ближайших будет занимать умы наши прежде всего, наших коллег-инвесторов, ну и всех, кто сколько-нибудь этим интересуется? Ну, я думаю, сейчас наиболее горячая тема – это сезон корпоративной отчетности в Штатах, который проходит. Он проходит достаточно удачно. Американские компании, банки в последнее время показывают хорошие результаты, их акции растут. Вчера Goldman Sachs отчитался, там чистая прибыль квартальная почти в три раза подскочила. Акции выросли там на 4 процента. И это, в общем, поддерживает оптимизм инвесторов на американском рынке. Ну, достается и кусочек оптимизма, и российского. Кус, да. Маленький кусочек оптимизма. Безусловно, наверное, не так гладко будет проходить и дальше этот сезон отчетности. Жду не очень хороших результатов от АМД, например, на следующей неделе. Там все-таки идет борьба за потребителя, а конкуренция сильная. И тот же Google может там не совсем... Подпортить оптимизм. Ну, смотри, вот, собственно, сезон отчетности, да, сейчас начавшийся в Штатах прежде всего. Если говорить о нем в целом, он все-таки может повлиять на... На ожидаемую, наверное, все же, да, какое-то время. На начало коррекции или все будет более-менее позитивно? Обычно коррекция начинается после того, как отчитаются основные гранды. То есть, мы уже пройдем экватор этого сезона корпоративной отчетности. А в целом результаты американских компаний достаточно сильно коррелируют с индексом S&P. Если взять вот за последние, там, 50-60 лет такой показатель, как чистая прибыль на одну акцию условную компанию в индексе S&P, то там практически линейная зависимость между значением самого индекса и чистой прибылью. И даже вот эти вот колебания самого индекса достаточно большие, они достаточно синхронно идут с колебанием вот этих прибыли компаний. Поэтому если там какая-то компания отчитывается плохо, то есть ожидают, допустим, хорошие результаты, а вдруг оказывается, что оказались убытки или там какие-то проблемы, акции могут рухнуть и на 10, и на 15, и на 20 процентов. И, в общем, в какой-то степени потащить за собой весь рынок. Наиболее характерный вот Apple пример, да, там прошли новости про то, что ожидаются не очень хорошие продажи его айфонов очередной раз. Сразу там ушли они под уровень 500 долларов за акцию, но потом, правда, восстановились. Я понял. Валер, возвращаемся к этому же вопросу. Ключевые события, да, на твой взгляд, вот на этой неделе, на следующей, ну, о прошедшем уже не будем говорить. Ну, я хочу присоединиться к своему коллеге и отметить, что действительно сезон отчетности – это сейчас, в ближайшее время, ближайшие две-три недели даже один из важнейших факторов, который будет определять направление рынка. Ну, а следующее, что нас ждет, и практически все ждут, все фондовые площадки – это опять возврат к старой теме «Фискал Клифф». Со средины февраля до начала марта необходимо найти какое-то решение, поскольку казначейство уже предупредило официально, что практически все возможности уже будут исчерпаны для того, чтобы обеспечивать необходимые платежи. Как будет проходить этот процесс, трудно сказать, но вот мы имеем два прецедента. 11-й год, август, в последний момент все решено было, и вот буквально сейчас, декабрь, 31 декабря, 1 января, тоже было все решено. Ну, не все, по крайней мере, самые острые моменты были решены в самый последний момент. Ну, можно предположить, что, может быть, и опять точно так же будет. Значит, посмотрим, не хочу загадывать. По крайней мере, это будет тема по истечении трех недель, которая будет занимать действительно большой интерес среди инвесторов, будет занимать их внимание. Но если говорить об отчетности американских компаний, у тебя вот лично какие ожидания в основном это будет все позитивно выглядеть? Здесь я хотел бы остановиться на таком моменте, если откатиться примерно полгода назад, четвертый квартал, динамику роста прибыли компании S&P 500, ходящих в этот индекс, ожидали примерно где-то, если не ошибаюсь, на уровне 12-15% по отношению к четвертому кварталу 2011 года. Это примерно полгода назад были ожидания. В октябре, в начале октября примерно, эти ожидания для четвертого квартала были около 10%, то есть уже снижение. А сейчас, как только начался сезон отчетности, ожидания уже 2-3%. Ну, там разная методика подсчета этих оценок идет, но вот разные агентства, они дают примерно 2-3%. Вы видите, какое снижение. Собственно, рынок, конечно, имея такой небольшой рост, вряд ли стоит полагаться на то, что рынок действительно будет очень сильно двигаться вверх в течение продолжительного времени. Если только вот в эти 2-3 недели компания, которая будет выходить с отчетами, будет давать не только хорошие показатели, но относительно пускай даже, а самое главное, будет давать хорошие прогнозы на первые кварталы, чем дальше, тем лучше. Вот это самое важное будет. Ну, то есть, другими словами, мы можем такую краткосрочную картину нарисовать, что на отчетности, да, мы можем вяло-вяло порасти немножко, а потом проблемы с потолком госдолга могут как раз и толкнуть. Не исключено ведь, не случайно, Валер, да, ты вспомнил август 11-го года, когда агентство S&P, да? Да, это произошло, буквально не решили. Понизило рейдинг, да. И через там день-другой S&P... Понижает рейдинг, и мы видим, да, практически обвальное такое движение. Не исключено, что в этот раз Moody's, да, они намекали на это уже, что если проблема не будет решена быстро, да, то мы вас можем наказать. Олег, как думаешь, может такое быть? Ну, да, не только Moody's и Fitch, по-моему, говорила о том, что, в общем, если проблемы будут осугубляться, вопросы не будут решаться, сроки будут затягиваться, то оно может тоже предпринять какие-то негативные рейтинговые действия в отношении кредитного рейтинга США. Ну, в целом, можно даже нырнуть и поглубже, не только в 2011 год. Есть такая теория о том, что фондовые индексы в целом повторяют модель десятилетней давности своего поведения. То есть, если взглянуть на 2003 год и предшествующему 2002 год, совместив пики 2012 года, который был тогда... Это СНП ты смотришь? Нет, я спрашиваю про российский рынок. А, про российский рынок. Про российский рынок. И индекс РТС, и, соответственно, пик 2002 года, который был в мае. Ну, там корреляция за последние приблизительно 9-10 месяцев, где-то на уровне, наверное, 0,8. Достаточно неплохо совпадает характер поведения. Я прошу прощения, я тебя прерву. Мы сейчас послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, мы продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Говорим о событиях на финансовых рынках. В гостях Олег Шагов, заместитель начальника аналитического отдела Промсвязьбанка, и Валерий Евдокимов, главный аналитик Нордео Банка. Значит, Олег начал рассказывать о неких корреляциях, да, исторических корреляциях индекса РТС. Я единственное, что сейчас график открыл, и РТС, забавно, 1590, это максимумы сентября прошлого года. И точно так же выглядит СНП 500, потому что он стоит 1470, это хаи того же самого сентября 2004 года. То есть уровень достаточно сильный и по нашему индексу, и по индексу американскому. И высокая корреляция у нас с американским индексом. Фактически цены на нефть пока ходят как значимый фактор для российского рынка. В боковом диапазоне, около 110 долларов. Причем узком, узком достаточно. Да, и можно просто совместить индекс РТС с индексом СНП и увидеть, что они просто... До неприличия. Мы с Тамарой ходим парой. Ну, хорошо, я с тобой соглашусь. И тем не менее, ты говорил, вот, некий такой десятилетний, да? Да, просто есть участок ценового ряда там в 2002 году, который весьма похож на поведение в 2012 году. И если его наложить, то можно увидеть, что там, ну, еще немного подрастем. Потом какая-то коррекция где-то в районе конца января, начала февраля. Я рассказываю то, что было в 2002 году. Нет, естественно, нет, уважаемые слушатели, это не прогнозы на ближайшие сады. Это вот мы смотрим, да, что было во втором году. Вот, и после чего еще одна какая-то волна роста. Но это, в принципе, может накладываться на ту модель, что американские законодатели все-таки не полные идиоты. Они в очередной раз разыграют театральное шоу и примут нужное решение. Да, мы достаточно часто в эфире уже с вашими коллегами, да, называем все, что происходит сейчас там, за рубежом, именно не иначе, как шоу. И более того, такое впечатление складывается, что это все такая, как бы задуманное это все, да, это все сценарий выписан, у всех есть свои роли. И все прекрасно знают, что договариваться надо именно вот так. Не просто сейчас взять и все решить. Нет, надо потянуть, надо разыграть драматизм, надо добавить нервы. Вот все как по Станиславскому. Да, да, театр. Театр, да, театр. Ну, дай бог, дай бог. Значит, давайте мы тогда сейчас вернемся, ну или точнее будем говорить о российском рынке. И что касается ключевых событий, ну, если позволите, такую основную, основную, да, сегодняшнюю новость. По крайней мере, меня очень заинтересовал выступление господина Улюкаева, который, да, говорил сегодня и о крепости рубля, и о политике Центробанка в целом. И не исключил продолжение, новый виток так называемых валютных войн, который в конечном итоге может привести и к ослаблению рубля в целях поддержания национального производителя, если можно его так назвать. Валерий, как ты считаешь? Ну, вообще, высказывания, это были не сегодня, а вчера на Гайдаровских слушаниях, они вообще были весьма противоречивые, потому что выступал представитель Минэкономразвития Крепыч, он ратовал за то, чтобы стимулировать экономику, в том числе и монетарными методами. Потом Улюкаев выступил о том, что стимулирование монетарными методами контрпродуктивно, потом он сказал о том, что Центральный банк вполне устраивает коридор ставок. В общем, определенный туман возник с этими высказываниями, да, и плюс к тому еще наш президент Владимир Путин поручил профильным министерством экономическим основным разобраться, стоит ли дальше заниматься экономическим стимулированием, то, которое было предпринято в период кризиса. То есть, насколько эти меры эффективны, может, требуется еще продолжать стимулирование и монетарное, и со стороны налогообложения, а может, уже и не стоит. Так что, на самом деле, вопрос открытый. Ну, в этом случае мы, ну, со слов президента, мы стараемся быть в тренде, в мировом тренде, да, где все стимулируют, как только можно и нельзя даже. Я опять вот вспоминаю, ну, не вспоминаю, точнее, а напоминаю, да, о разговоре с Банком Японии, который просто, ну, как с цепи сорвался, вот, иначе просто невозможно это назвать. Но, тем не менее, если мы говорим о таком глобальном тренде с точки зрения стимулирования национальных экономик, то традиционно в этом случае, да, если говорить о глобальных движениях на рынке, доллар слабеет, доллар слабеет и будет продолжать слабеть, а валюты развивающихся, в частности, да, региональных экономик получают преференцию, становятся валютами рисковых активов, и все идут в риск и покупают эту самую валюту. Отсюда мы видим, вот, видите, да, сегодня опять новый виток укрепления рубля, но пока что в известном диапазоне, сейчас текущий его курс 30-26, вчера был небольшой отскок, и вот 30-50-30-20 пока это текло. То есть вполне реально с этой точки зрения, Олег, как ты думаешь, продолжение укрепления рубля? Вполне реально, тут Центробанку надо тоже смещать свою монетарную политику, дифференциал процентных ставок очень большой. Очень большой. Если в Штатах там ставка 0,25%, а дивиденды, которые платят американские компании, сопоставимые с российскими, то у них, скажем, это положительно по отношению к той ставке, то наши дивиденды вряд ли перебивают ставку Центробанка российского, за редким исключением. Я говорю про фондовый рынок российских компаний, поэтому дорого, все кредиты, и мне кажется, самый мой способ стимулировать, это снижать процентную ставку Центробанка. Ну, с другой стороны, опять, да, мы возвращаемся к некой монетарной политике нашего Центробанка, который во главу угла выдвинул сейчас все-таки целевой уровень инфляции, вот он с ним в основном борется. И надо сказать, что в прошлом году, да, эта задача была решена, все-таки официальная инфляция не вышла за однозначный рубеж, да, то есть не превысила 10%, да. Даже там же оказалось, где приблизительно и хотели, ну, там с точностью до каких-то десятых процента. Ну, то есть, как бы задача была решена, а в январе мы видим уже, да, инфляция начинает, так сказать, разгоняться, набирать обороты. Вот здесь опять не окажется ли Центральный банк перед дилеммой, и непонятно, на что он согласится. С одной стороны, сдерживая инфляцию, надо либо держать ставки на этом уровне, либо, может быть, даже и продолжать их повышение, а монетарное вот ослабление, да. Ну, если посмотреть на Америку или на Европу, там ставки Центробанков ниже одного процента, а инфляция выше процента. То есть, фактически, ставки ниже инфляции, а в России наоборот. Ну, в России многим отличается, да, от развитых аналогов. Валер, как ты считаешь? Ну, безусловно. Одна из основных проблем – это структурные проблемы нашей экономики. То есть, вы знаете, мы все знаем, что наша экономика в значительной степени ориентирована на экспорт сырьевых продуктов. В нашей экономике больше риска, потому что они развиты из институтов различных экономических. Это признают уже власти. Ну, в общем, вот даже этих проблем уже достаточно для того, чтобы говорить, что отличие-то серьезные. Я уж не говорю о том, что это влечет за собой другие факторы, как меньшая производительность труда, большая, вернее, меньшая степень эффективности расходования ресурсов и так далее. Ну, то есть, я с тобой соглашусь. Есть над чем работать. Есть над чем работать, да. И вроде бы одни и те же способы регулирования, так сказать, внутриэкономического развития, они не всегда эффективны. В нашем случае не всегда эффективны. Вот ввиду названных, Валери, перекосов. Но возвратимся, тем не менее, к курсу рубля. Если вы не возражаете, если говорить о возможности продолжения укрепления рубля, и вряд ли, наверное, Банк России будет сопротивляться этому активно, то какой этот самый рубль по отношению к доллару мы можем увидеть в ближайшей перспективе, как ты думаешь? Ну, пока мы видим там нисходящий тренд рубля. Ну, если не смотрели на график рубль-доролл. И, на мой взгляд, техническая точка сверху – это 31. То есть, если рубль поднимется выше 31, то вот это текущее укрепление, оно как бы исчерпает себя. А пока оно остается, тенденция-то развивается, мы можем увидеть и ниже 30 рублей на горизонте. Ниже? Намного? Несколько? Несколько месяцев. Но это будет зависеть… Нет, ниже 30, много ниже? Сколько? 29, 20? Ну, пока нет. Я думаю, что 30 – это психологический некоторый рубеж, возле которого мы можем какое-то время пожить. Пожить спокойно. Пожить спокойно. Кстати, здесь большое влияние тоже будет оказывать поведение цен на нефть. Вот рубль все-таки отслеживает во многом эту динамику. И если цены на нефть начнут укрепляться, то есть, расти в данном случае, это когда-нибудь 115-120, это будет укрепление рубля происходить более быстрыми темпами. А если, наоборот, они, не дай бог, начнут снижаться, то, в принципе, этого может и не произойти. И я вот, возвращаясь к предыдущей теме, хотел бы отметить, что наши футболисты зачастую ругают, что у нас они не очень хорошо играют. Ну, только что, по-моему, у вас был анонс, что… В новостях, да, 6-е или 9-е место. Да, в новостях, 9-е место в рейтинге FIFA. Я, честно говоря, уже не слежу за нашими футболистами. Да, а вот в рейтинге конкурентноспособности Россия гораздо дальше стоит. Я хочу сказать, что с футболом, по сравнению с конкурентноспособностью, все обстоит просто прекрасно. Ну, я с тобой соглашусь с точки зрения, что мы, как оптимисты, да, мы даже в плохом найдем хорошее. Вот видите, футболисты, оказывается, гораздо больше поднимают Россию в глазах иностранного. Да, чем наши законы, правила, деловой оборот. Согласен. Так, значит, давайте тогда мы сейчас вернемся, ну, или, точнее, сосредоточимся на российском рынке непосредственно. И, может быть, даже я начну с вопроса, который присылают наши слушатели. Вот вопрос от Андрея. У него вопрос по Роснефти. Ну, на самом деле, мы, да, эту тему обсуждали неоднократно и раньше. Вот, значит, вопрос следующий. После объединения Роснефти и ТНК-БП цена по Роснефти в диапазоне 265 рублей. Ну, вот, на сегодняшний момент она движется в этом диапазоне. И спрашивает вопрос, это новая нормальность? Ну, так, витиевато, да? То есть, мы говорим, что реакция на это объединение вывела цены на акцию Роснефти вот в этот диапазон. И они могут какое-то время в этом диапазоне и торговаться, да? Исходя из этих событий, Валерий. Как ты считаешь? Или есть некий... Ну, я считаю, что цена вполне нормальная, учитывая, что пока, конечно, этот процесс не завершен. А имеется в виду вот это слияние, я будем говорить так, консолидация ТНК со стороны Роснефти. Как это будет, консолидация, происходить? Частями сразу я пока еще не готов сказать. Потому что Роснефть комментарии давала в отношении той доли, которая принадлежит консорциуму АЭР. Но как бы то ни было, даже если брать ту половину, которую ждет БП, консолидация этой половины в баланс Роснефти, он, естественно, должна укрепить финансовые показатели Роснефти, если так говорить обобщенно. Улучшить эти показатели, в том числе и со стороны долговой нагрузки, и со стороны денежного потока свободного. Так что, вообще, улучшение, возможно, на лицо. И я думаю, что вот этот подъем, который мы видим, он вполне обоснован. Обоснован. Да, фундаментально обоснован. Плюс к тому еще предполагается, что БП будет иметь определенную долю, соответственно, вот в этой будущей компании. И это, естественно, повышает привлекательность вот этой объединенной будущей Роснефти в глазах крупных западных инвесторов, портфельных уже. Да. Что в свою очередь, да, может вывести акции из этого диапазона. Что это тоже поддерживает цену акций. Олег, по Роснефти. Да, я согласен. Ну, еще бы добавил про то, что обещают налоговые льготы для работы компании на шельфе. Это тоже немаловажное явление. То есть, в принципе, открываются достаточно широкие перспективы по наращиванию Роснефти. Чистая прибыль, я считаю, это один из важных, низших показателей для любой компании. Вот, поэтому тут перспективы достаточно серьезные в акциях компании. Растущий тренд. Сейчас там идет какая-то коррекция небольшая. Ну, я бы сказал, консолидация, вот тот же самый Андрей говорит, 250-265. Вот этот диапазон уже мы видим там пару месяцев. Я не исключаю, что мы можем и на более высокие уровни подняться. Абсайд существует, да, 265 и выше. Тем более, вот Валер сказал, да, после того, как сделка... Это даже еще не историческое максимальное значение по Роснефти. Хотя та компания, которую мы видим сейчас, она уже гораздо лучше той компании, когда она доставила те исторические минимумы, которые мы еще не взяли. Она гораздо симпатичнее. Значит, мы прервемся, послушаем новости, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем, продолжаем эфир. Сухой остаток. На Финам.ФМ я, Олег Дмитриев. В гостях Олег Шагов, заместитель начальника аналитического отдела промсвязь банка и Валерий Евдокимов, главный аналитик Нордеа Банка. Прежде чем мы продолжим наш разговор, давайте в 18.31 посмотрим, что творится на рынках, потому что присоединились к нам, так приятно говорить, присоединились к нам наши американские коллеги, открылись американские площадки. Что же мы видим там? А видим мы там позитив, но пока что умеренный, понятно, что на открытии. И тем не менее, в моменте чуть больше одной сотой процента прибавляет Доу Джонс, 13.513. И S&P 500, 0.05 процента, 1.173. Фьючерс также растет на 0.5 процента. В общем, пока что оптимизмом полон мир. Ну, по крайней мере, американский рынок. Еще раз повторю, очень интересно то, что мы говорили чуть раньше с Олегом. И S&P, и наш РТС стоит у важного сопротивления, пробой, отбой. Вот как это будет происходить дальше, мы посмотрим. Мы продолжаем отвечать на вопросы. Наверное, есть сейчас самое время. А, кстати, у вас, уважаемые слушатели, есть возможность, да, их продолжать задавать или делиться собственными впечатлениями. Телефон, я еще раз напомню, 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Итак, наш слушатель интересуется судьбой акций Банка ВТБ. Давайте расскажем ему об этой судьбе, Олег. Ну, акции ВТБ сейчас находятся в рамках такого нисходящего треугольника, достаточно широкого. И подошли к сопротивлению, которое в виде такой падающей линии где-то на поступах к 6 копейкам проходит. В принципе, это отражает ту текущую ситуацию неопределенности, которая в отношении акций ВТБ складывается. Дело в том, что на этот год была намечена приватизация частичная Банка ВТБ. Хотели сократить госдолю до 50% приблизительно в акциях ВТБ. Ну, сейчас идет речь о том, что это может быть сделано путем допомиссии. То есть не государство будет продавать свой пакет, а банк проведет допомиссию и проведет СПО. Соответственно, пока сроки, размеры этой допомиссии, по какой цене ее будут предлагать, неизвестны. И это вносит большую неопределенность в поведение. И вот в рамках... Ну, а сама допомиссия, это вопрос решенный или ты тоже, так сказать, пока еще на уровне... Я думаю, что это практически решенный вопрос, да. Но окончательные параметры я не жду раньше того, как банк подготовит отчетность по итогам года. Ну, видимо, это будет март, может быть, там, вот, начало апреля. Да, и там как раз, видимо, традиционно будет какой-то период благоприятной конъюнктуры, когда постараются найти инвесторов, которым будут интересны эти бумаги. Соответственно, вот выход из этой зоны консолидации сейчас может быть как вверх, так и не, в зависимости от развития ситуации на самом рынке. Как вы совершенно верно сказали, в индексе и СНП, и РТС мы подошли к важному уровню сопротивления. Если мы будем пробивать их и выходить вверх, то, видимо, пробитие вверх состоится и в акциях ВТБ. И они могут там прибавить несколько процентов, потому что там дальше еще более значимый уровень в районе 6-7 копеек. Олег, а смотри, вот ты говорил о том, что сейчас консолидация происходит в пределах нисходящего, да, правильно понимаю? Нисходящий треугольник с точки зрения технического анализа. С точки зрения технического анализа. Вероятность выхода из него 50 на 50 в любую сторону. Серьезно, да? Несмотря на то, что он нисходящий. Несмотря на то, что он нисходящий. Причем даже выход из этого нисходящего треугольника вверх, он дает большие шансы заработать, чем вниз. То есть там как бы динамика выхода, она большего масштаба, более динамична. Ну, в общем, пока я бы советовал наблюдать за акциями ВТБ. И когда они приобретут какое-то определенное направление, может быть, там появятся какие-то новости, разъясняющие относительно того, что будет за допомиссия, как банк собирается подводить итоги года. Я думаю, что результаты они тоже подведут достаточно приличными. Да. Будут. И это будет еще одним фактором в пользу того, чтобы они вышли вверх из этого треугольника. Но пока там есть вот такой элемент неопределенности. Я понял. Валер, добавишь по ВТБ что-нибудь? Есть вопрос по Сбербанку еще, если, собственно, сразу могли бы. Я единственное могу добавить по ВТБ. На самом деле, как это не кажется, если по абсолютной цене смотреть, он вроде бы и низко смотрится, если смотреть на график технический. Но фундаментально он оценен не так уж и плохо. Учитывая, что соотношение цена к капиталу у него на сегодняшний день примерно где-то, вот, уровень 0,95 находится. Если сравнивать с западными банками, то там ниже эти показатели, например. Конечно, он наступает Сбербанку по этому показателю, там примерно полтора. Но для ВТБ единственный способ это все увеличить и выйти из этого заколдованного бермудского треугольника, зарабатывать прибыль, прибыль, прибыль. Будет больше прибыли, значит улучшатся фундаментальные показатели, и тогда выход пойдет в определенную сторону. Я понял. Ну и сразу давайте тогда уже банковский сектор мы отговорим. Акции Сбербанка интересуют наших слушателей. Текущая цена 101,25 уже, да, сегодня прибавляет Сбербанк больше процента. Вот, выглядит достаточно уверенным, да, 100 после Нового года, 100, значит, потрогал, откорректировался, и вот смотрите, 101 выходит. Чего можно? Я думаю, что там чуть выше, где-то в районе 105-110 есть достаточно сильные уровни сопротивления, он может туда подняться, теоретически. Но на мой взгляд, если бы я выбирал акции на российском рынке, то я бы не очень большую часть отдал Сбербанк, потому что уже дорогой банк, большой, крупный, ему тяжело расти, вот так в целом. Там сидят инвесторы, которые вошли на СПО, они тоже захотят со временем снять свою прибыль, не дай бог она там окажется более-менее значительной, двузначной. И поэтому там может быть некоторый навес из продаж, вот на, скажем, расстоянии там 5-10 процентов еще вверх. То есть, мне кажется, что рост может быть там достаточно трудным. Трудным и скромным, да? Трудным и скромным. Хотя я рассматриваю как достаточно надежную инвестицию акции Сбербанка в долгосрочной перспективе. Ну, с точки зрения, да, да. А с точки зрения заработка, ну, может быть, акции металлургических компаний, электроэнергетических, которые очень дешево стоят. И там действительно можно получить десятки процентов. Они и фундаментально дешевые, да, и технически дешевые? И технически там есть предпосылки для их роста. И там можно получить десятки процентов. То есть, с точки зрения, как бы, соотношения риск-доходность, может быть, имеет смысл. То есть Сбербанк в этом случае не очень интересен, да? Да, не очень интересен с точки зрения потенциала. Валер, добавишь что-нибудь по Сбербанку? 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 сегодня и покупали на нее евро, ну, доллары в том числе и британских футстерлингов. Вот по этому поводу он и переживал. Ну, а вопрос Владимира, как это может отразиться на европейской экономике, если действительно мы увидим вот подобную динамику, продолжение продолжения, ослабление иены и рост евро. — Ослабление иены даст возможность японским экспортерам, в общем-то японская экономика на экспорт ориентирована в основном, чувствовать себя получше. В любом случае повышенная более высокая экономическая активность в такой развитой стране, как Япония, она в целом для мировой экономики будет положительной. То есть это должно как бы добавить активности в том числе и в Европе. Может быть немного, но добавить. Хуже не будет, по крайней мере. — Ну, это нормально, да. Это, конечно. Тем не менее, вот я возвращаюсь к выступлению сегодня министра финансов Германии. И, собственно, он обеспокоен был как раз тем, что евро начинает укрепляться, а как известно... — Да, но оно пока не очень сильно укрепляется. Дело в том, что оно укрепилось относительно тех минимумов в районе 1,20, которых оно достигало где-то в августе прошлого года. А если сравнивать год к году, то сейчас оно приблизительно на тех же уровнях евро находится, что и год назад. И если посмотреть на график евро, то в течение последних трех лет идут колебания между уровнем 1,20 и 1,50. И сейчас мы находимся приблизительно в середине этого диапазона. — Ну, ты тоже сказал 1,20 и 1,50. Это 3000 пунктов, да? Или сколько? 30 тысяч пунктов. Это огромное расстояние. — Ну, вот это огромное расстояние в октябре-декабре и начале 2010 года, за несколько месяцев оно прошло. И вот передо мной просто график евро. — Я вижу, но за несколько лет это был кризис. — Ну, а потом в обратном направлении приблизительно тем же темпом. И я думаю, что здесь просто чисто пока разговоры. То есть никаких валютных войн реально пока нет. Все это в основном словесные баталии, интервенции. Безусловно, каждая страна не заинтересована сейчас в кризис иметь очень дорогую собственную валюту. И вот как только евро вышло на некоторый средний уровень относительно американского доллара за последние несколько лет, вот тут уже появились немцы, преимущественно, которые беспокоятся за свой экспорт, за свою экономику. В общем, тоже испытывают некоторые трудности. Последние данные по ВВП Германии, которые вышли, были достаточно слабыми. А это во многом связано, в том числе и с укреплением европейской валюты за последнее время. Поэтому я думаю, что где-то, видимо, в районе этих уровней евро к доллару будут продолжать торговаться в ближайшей перспективе. Значит, ну, сейчас мы опять пойдем на новости. Я, тем не менее, хочу сообщить. Продолжают укрепляться американские индексы. S&P 500 – 0,2%, Dow Jones – 0,3%. На графике рисуется гэп восходящий. Ну, посмотрим, в общем, как это будет. Тем не менее, 1475 котировка индекса Dow Jones вот сейчас в моменте. Значит, мы, еще раз повторю, мы сейчас уходим на новости, слушаем новости на Финам.фм, потом продолжим разговор. В последней части мы будем отвечать на вопросы и говорить о перспективах российского рынка. Ну что ж, последняя часть сухого остатка. Осталось 12 минут, и мы успеем с вами ответить на вопросы. И поговорить о неких ближайших перспективах отечественного рынка. Ну, и, может быть, не только отечественного. Вопрос по перспективам акций «Газпрома». Валер, давай с тебя начнем. «Газпром», как ты видишь его в ближайшее время? Сегодня «Газпром» опубликовал отчетность за третий квартал, прям с их фуо 2012 года. Правда, мы сейчас живем уже в январе 2013, поэтому данные, конечно, не очень актуальны. И, конечно, для рынка акций в большей степени и более актуально важны перспективы. А перспективы, на самом деле, не очень благоприятные для «Газпрома». Вот самые последние новости, которые вот за ближайшие несколько дней были, «Фич» комментирует о том, что в этом году «Газпрому» не стоит надеяться на распродаст газа в Европе. «Газпром» имеет серьезную конкуренцию со стороны Норвегии, в том числе и в поставках на традиционный свой рынок Германию. То есть там доли примерно уже ожидаются, скоро сравняются у «Газпрома» и у норвежской стороны. Также в этом году власти США должны принять решение, важное решение по поводу строительства мощности по экспорту жиженного природного газа в Южных Штатах, которые на Мексиканский залив уходят. Так что, и вот такие перспективы, они, конечно, привлекательность «Газпрома» в глазах инвесторов будут сдерживать. Если даже посмотреть на фундаментальный показатель передо мной, тут уже такой препарированный показатель, более, так сказать, доступный для восприятия «Газпрома», снизилась операционная рентабельность. Если брать вот по историческим данным, смотреть, сейчас у нас составляет 20 с небольшим процентом, 23 по итогам третьего квартала, а до этого была порядка 30 процентов, даже чуть выше. Так что снижение, конечно, рентабельности, маржинальности, это тоже не здорово. Не здорово, не здорово, согласен. Ну, то есть мы говорим о том, что не особо, да? Ну, и хотел еще добавить, и вот за последние месяцы вышли несколько новостей, достаточно таких серьезных, в том, что «Новотек» серьезно теснит «Газпрома» уже на внутреннем рынке. И хочет потеснить его на внешнем. Дело в том, что «Газпром» может лишиться своим монополии на экспорт газа. То есть такие, в принципе, предпосылки есть. И это тоже негативный момент, если «Новотек» начнет с «Газпромом» конкурировать. Ну, негативный момент для «Газпрома», прежде всего. Можно ли говорить, что «Газпром» из нашего всего превратится в нечто иное? Ну, я думаю, что в наше ничто он не превратится. Все равно крупная компания зарабатывает очень хорошо. Дивиденды, обещают, достаточно высокие. То есть по текущим ценам это где-то на уровне, наверное, 5% дивидендная доходность. Но постепенно теряет рынок практически во всех сегментах своей деятельности. И вот это негативно отражается на котировках его акций. Ну, в моменте они растут. И тут, с точки зрения технической, произошел такой откат. Попытались они прикрыть свой январский гэп, который был. Ну, вышел хороший отчет, не смогли, начался отскок. Ну, я думаю, где-то вот на текущих уровнях спекуляции в акциях «Газпрома» они достаточно интересны. Но с точки зрения каких-то долгосрочных, наверное, вложений, тут следует соблюдать осторожность. Хорошо. Ну, и в продолжении разговора о «Газпроме», если можно так более широко, давайте поговорим о перспективах рынка нефти в целом. О перспективах сырьевых рынков в целом. Вот так бы я сформулировал. Ну, и прежде всего о рынке нефти поговорим. Вот что вы ждете. Ну, опять можем ориентироваться на стоимость бренда, который, как мы говорили уже, ходит вокруг 110, достаточно узко, достаточно уже долго. Валер, что ты ждешь на рынке нефти? Ну, с моей точки зрения, вряд ли можно ожидать каких-то сильных ценовых всплесков. Может быть, какие-то отдельные технические движения будут, но очень косочного характера. Скорее всего, уровень где-то вот порядка около 110, может чуть меньше, может чуть больше он сохранится в течение года. В течение года? Да. Если, конечно, не будет со стороны американцев проблем, имеется в виду, фискального обрыва, если это наступит, то тогда, конечно, ситуация может поменяться в худшую сторону. Олег? То есть ОПЕК недавно заявила о понижении прогнозов своей добычи из-за того, что растет добыча нефти у сторонних производителей, из-за того, что снижается спрос. Ну, стоит отметить, что в Америке, например, собственная добыча растет там максимальными темпами за последние несколько десятилетий, то есть американцы активно наращивают добычу своей нефти. Вот. Поэтому, если будет предложение нефти сохраняться на таком же уровне, и может случиться некоторое перепроизводство, я не исключаю того, что цены на нефть опять нырнут в район 90 долларов за баррель, как это было в прошлом году. Но пока ниже, вот я 90 долларов в отдаленной перспективе не вижу. Ключевой уровень поддержки по бренду сейчас 105. То есть вот пока мы ходим в диапазоне 105-115, ничего особого не происходит. Если мы опускаемся ниже 105, тогда появляются риски снижения к 90 долларам, на мой взгляд. А буквально два слова, если не возражаете, по поводу геополитических рисков, которые сейчас в цене в этой присутствуют. Есть ли они и что мы можем ждать в ближайшее время, Валер? Ну, геополитический риск, это в первую очередь, конечно, Ирану. Но я не берусь сейчас что-то прогнозировать по этому поводу. Ну, то, что мы видим сейчас, да, все это вроде бы тлеет, 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 но никаким образом не движется ни в ту или другую сторону. Я все-таки сторонник того, здесь можно, здесь нельзя оценить вот как-то количественно, что сколько шансов за то, что будет, сколько не будет, это все вот такие общие слова. Здесь просто можно как-то полагаться, принять какую-то точку зрения, либо будет, либо не будет. Я все-таки считаю, что вряд ли какие-то будут серьезные конфликты со стороны вот развитых стран, в первую очередь, США с Ираном. И, скорее всего, просто этот фактор будет давить на этот рынок, как-то поддерживать эту цену на нефть. И со временем, может быть, как-то все, условно говоря, рассосется, не знаю. Ну, а пострении, серьезно пострении, все-таки не вижу. Да, я не считаю, так что будет. Я бы тут отметил еще такой фактор, как общее торможение мировой экономики. Всемирный банк понизил свои прогнозы по темпам роста глобальной экономики буквально на днях. Американская экономика не очень себя хорошо чувствует, европейская вообще в рецессии. Поэтому и спрос на нефть, он может сжиматься постепенно. А при текущем уровне производства будут постепенно накапливаться излишки нефти, которые будут давить на рынок. А Китай не сможет помочь нам? Ну, нам, я имею в виду, мировой экономики в этом смысле. Все-таки и статистика последняя не такая плохая. Ну, и мы знаем прекрасно. Дай бог, если он будет потреблять все больше и больше нефти, поскольку нефть это для нас, для России очень важно. Если цены на нефть упадут, российской экономике тоже будет непросто существовать. В случае перспектив китайского развития, то, что сейчас мы многократно говорили, переориентирован на внутренний спрос и поддерживать таким образом. Ну, если не двузначные, то достаточно высокие темпы. Роста ВВП, как ты думаешь, это надолго? Ну, они планируют поддерживать темпы 7,5. Вообще, учитывая, что у них, конечно, раньше были более высокие темпы, но ведь тогда и база, с которой они начали, была достаточно низкая. А сейчас каждый процент вот этого роста из 7,5, он дорогого стоит. Он стоит дороже, чем предыдущие, там, 12%. Это все, то есть номинальные значения, не надо смотреть, не надо смотреть все-таки, понимать, что как бы с каждым годом эта база сравнения возрастает, и эти 7,5%, они действительно будут поддерживать спрос на сырьевые товары на мировом рынке. Но я не думаю, что это будет толкать прямо вот сильно цену на них. Он просто не будет давать и сильно падать, и будет, видимо, держать на каком-то определенном уровне. Ну, по крайней мере, на видимую перспективу. Как бы дальше вот тут. Ну, то есть, другими словами, в принципе, мы пришли к тому, что, ну, высокая-невысокая, стабильная цена на нефть, вот она сейчас зависит от некоторых факторов, да, в частности, геополитика, который тоже вот... Торможение мировой экономики. Да-да-да, и, собственно, спрос со стороны Китая. Спрос со стороны Китая. Отсутствие одного, а может быть и нескольких факторов, да, очевидно, обрушило бы цены на нефть и сделал... Добавило бы проблемам российской экономики, если мы говорим, что она, естественно, с этими ценами глубоко коррелируется. А, кстати, есть это так, до сих пор это так, то жестко мы зависим, жестко зависим от цен на нефть. По крайней мере, фондовый рынок, на котором мы работаем, он достаточно оперативно реагирует на резкие колебания нефтяных котировок, то есть, вот, минимум 90 долларов был достигнут котировками нефти в мае прошлого года, ну, и тогда же российский рынок где-то опустился в район своих минимальных годовых значений. И, то есть, потом, да, восстановление нефти уже и толкало... Потом восстановление нефти, да, но сейчас она, как бы, на приемлемом для российской экономики уровне 110 долларов, и здесь особо и беспокойство нет. Больше беспокойства у инвесторов возникает, когда она начинает падать. То есть, здесь такой определенный фактор страха начинает работать, что могут и на 90 не остановиться, как это было в кризис 2008 года. А тут... Падающий нож, как говорят, в таких случаях очень сложно ловить, если мы говорим о кризисе, да, там, валится все так, что мама не горюй. Ну, осталось не так много времени, и в спектре, видимо, да, наших разговоров сегодняшних о программах количественных освещений, да, смягчения, которые избрали большинство центробанков мира, буквально несколько слов в кризисе прогноза о поведении золота как инструмента, уж я не знаю, убежища или сохранения капитала, бегства от инфляции, от риска, от чего, не знаю. Ну, пока золото движется в таком нисходящем канале, я бы сказал, где-то размером нижней границы 1620, а верхняя в районе 1710, и пытается вот к верхней границе приблизиться. Мне кажется, тут фактор страха относительно развития событий. Вокруг потолка госдолга может сыграть понижение рейтинга в США, если вспомнить время в августе 2011 года, когда СНП понятил. Ну, тоже мы вспоминали сегодня. Да, кредитный рейтинг, тогда золото отметилось с достаточным подскоком, как реакция на возможное развитие некоторого финансового кризиса в условиях таких вот. То есть народ бежал, да, с точки зрения этих? Народ побежал, да. И если вот начнутся какие-то события, которые будут способствовать росту страха инвесторов относительно возможного развития новой волны финансового кризиса, вот тут, мне кажется, золото может отыграть вверх. И вот сейчас я вижу, что оно пока растет в рамках такого нисходящего канала постепенно. То есть кто-то там подкупает, видимо, есть интерес. Может быть, некоторые люди, часть своих активов переводят в золото. Переводят в золото. Это логично. Валер, два слова буквально. Как сможет на золото? Будет оно расти глобально? Два фактора. Есть вопрос хеджирования неопределенности рисков, которые возникают. Это будет зависеть от того, как будет решаться вопрос с финансовым, с fiscal cliff в Америке. Валер, все, прошу прощения, нет времени уже. Спасибо вам огромное, что вы пришли сегодня к нам. Спасибо за внимание, уважаемые слушатели.